Третью главу закончили, да? Заканчиваем. Почти закончили. Господь высылает Адама и Еву из Эдамского сада и ставит охрану, чтобы они не вернулись. Потому что Он не хотел, чтобы они ели от Дерева Жизни. А что это представляет? До того они могли есть от Дерева Жизни, а теперь не могут. И представьте себе, что пока вы можете есть от Дерева Жизни, вот все это время вы живы. А может быть это было бы хорошо, а может нет. Зависит от того, или развиваемся мы в лучшем сторону или в худшую. Например, могли бы жить миллион лет, скажем так. Но каждый год мы бы становились хуже и хуже. Совсем чуть-чуть. Как бы выглядело такое общество? Понимаете? Поэтому это, можно сказать, милость Божия. То, что Он сказал, что больше не можем есть от Дерева Жизни. Четвертая глава. У Адама и Евы родился Каин и Авель. Авель был пастырь, а Каин был земледелец. И с течением времени они оба принесли приношение Богу. Каин принес от плодов земли, а Авель от скота. И написано, что Господь принял жертву Авеля и не презрел на жертву Каина. На дар. И не объясняется, почему. Мы можем только предполагать. Было ли это отношение? Может быть. Может быть, имеется в виду, что Бог хотел как бы дар, ну, то есть в котором есть кровь. Но потом мы видим, что все-таки в истории присутствуют оба приношения. И приношение животных это основа для других приношений. Но, предположительно, Каин знал, что он должен делать. И что же говорит Бог Каину? Почему ты огорчился? От чего паникло лицо твое? Если делаешь доброе, то почему не поднимаешь лица твоего? Смотрите, что происходит. Бог отвергает дар, но не отвергает Каина. Он общается с ним, спрашивает его. Как бы, ну, объясняется с ним. Спрашивает, почему ты огорчился? Ты, ну, может, ты сделал неправильно, но все равно ты можешь исправиться. Грех, как крауч, ну, он прячется, как бы, перед дверью, у порога. У нас написано, что лежит, а там, как бы, написано, что он прячется, именно ждет, выжидает. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй, но ты можешь контролировать его. Бог хочет вернуть Каина и говорит ему так же. Ты можешь иметь контроль над этим. Другими словами, да, ты зол или огорчен, но нет нужды, чтобы ты так себя вел. Ты расстроен, огорчен, твое лицо поникло, но ты можешь быть восстановлен. Ты можешь снова иметь счастливое лицо, можешь иметь радость снова. А что Каин делает? Каин сказал Авелю, но не написано, что сказал. Раввины приводят три причины, но мы об этом не будем. И написано, что когда они были в поле, восстал Каин Авеля и брата своего убил его. Представьте себе картину во втором поколении уже убивать своего брата. Представьте себе вот эту как бы разницу, вот этот вот временной отрезок между сотворением совершенного и убийством человека, брата. Представляете? Как быстро грех приводит к еще большему греху. И это, мы видим это в мире постоянно. Одна из причин, почему существуют войны и люди ненавидят друг друга, из-за ревности и ну не жадности, а зависти. Можно ревновать кого-то, и можно завидовать кому-то, но можно иметь достаточно сил и воли, чтобы совладать с этим, чтобы измениться, чтобы работать, чтобы совершенствовать себя. Ну, я вот русский давно как бы читал, уже 20 лет назад, последний раз, но подумайте о русских поговорках. Какая-то русская типа притча, что двое этих фермеров живут против друг друга. И каждого по корове. Но один хотел быть более успешным. И он отложил деньги, чтобы купить вторую корову. И как вы думаете, что второй сделал? Он работал, тяжело работал, чтобы тоже заработать на другую? Не, он пошел и убил корову своего соседа. И как бы эта притча показывает о том, какой характер русского человека, скажем так. Если завидуешь или ревнуешь, что пойди и убей корову соседа. И много таких есть людей, которые мысли так же. И вот мое мнение. это объясняет то, что много вещей, которые происходят на Ближнем Востоке. Читал статью в одном из журналов несколько лет назад. говорилось о количестве нобелевских лауреатов, которые выиграли премию от израильского института. 20 или 30? ученые, математики, медики. Сколько людей живет в Израиле? Около 7 миллионов. А сколько, например, было нобелевских лауреатов среди мусульман? Ни одного. Два? Ту? Ту? Нет, не одного. Я думаю, что ни одного. По-моему, ни одного. Но это не премия мира и нобелевская это разная. Окей, а я серо-рафат. Это имеется в виду именно в университетах, среди университетов. в науке именно имеется в виду. Но это не означает, что арабы они тупые. Но посмотрим на историю мусульманской цивилизации. это цивилизация высокого уровня была. Развитая математика, наука, архитектура, литература. когда Европа была в темной темноте, скажем так, большинство литературы греческой и римской сохранилось благодаря именно арабскому влиянию в арабском мире. И это не значит, что арабы не способны. Это просто значит, что множество арабов не хотят работать над собой, и не хотят развивать себя. То есть их философия, что легче что-то разрушить, лучше разрушить, чем построить и в частности самого себя. Но это только мое мнение. Но это очень похоже на принцип, по которому мы видим в этой истории. И возможно мы сами знаем таких людей. Их жизнь не такая хорошая. И что они делают? Они работают над своей жизнью, чтобы ее улучшить? Нет, они лучше будут жаловаться и только обсуждать других людей, говорить, что они виноваты. потом Бог говорит с Каином и так дальше по истории. Каин отвечает, разве я сторож моему брату? он отрицает социальную ответственность. Таким образом он отрицает социальную ответственность. Понимаете? И Бог его также изгоняет. Ты отвергаешь социальную ответственность, ты будешь странник. Дальше продолжается история Каина, его супруга, его дети. И история дальше продолжается и ведет к Ламеху седьмому после Адама, который убивает тоже человека. Брэггс. А и хвалится тем, что он убил. Я убил, я герой. Вот как бы мы видим вообще такой контраст и в принципе это как Библия часто строится. Иногда просто дается история неправедной линии. Но в то же самое время и дается противоположность. То есть линия, которую именно ведет Господь, которая в Его свете. История о людях, с которыми Бог имеет отношение и заключает завет. потом дальше родословная от Адама к Ною. А кто же седьмой от Адама по как бы Божьей линии? Это Енах, о котором говорится, что он ходил с Богом и Бог забрал его. Видите? контраст, который Библия делает для нас. Возвращаемся к третьему стиху. Which chapter? Which chapter? Chapter 5, verse 3. Пятая глава, третий стих. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, нарек ему имя Сиф. Интересно, что Библия здесь говорит нам. Говорится, что у Адама были дети Каин, Авель. Но также конкретно говорится о том, что у него был сын по подобию его и образу его. Как был создан Адам? По образу Божьему. А Сиф был сотворен по Божьему. Ну, знаем точно, что он был сотворен по образу Адама. Вот, что я думаю, здесь происходит в этой истории. что Адам изменился. Что Адам изменился. Теперь семя зла было внутри Адама. Потому что, когда написано, что Бог говорит, когда вы вкусите от дерева познания добра и зла, подразумевается, что вы примете это плод внутрь себя. Это станет частью вас. И что это отображает? До того момента, как они вкусили, что было правильно и неправильно, хорошо или плохо? То, что Бог говорил Адаму, было правильно и все. Но Адам сказал нет. Я хочу быть тем, кто сам определяет, что для меня правильно, а что неправильно. То есть другими словами Адам сказал, что я хочу быть автономным. я сам хочу для себя устанавливать законы. То есть, когда Адам начал по своему подобию и образу. Это уже был тот Адам, который был после падения. Не тот совершенный образ Божий, который был в саду. Но и это не то, о чем нас учит традиционный иудаизм. на мой взгляд, принципиальное отличие между традиционным иудаизмом и тем, чему нас учит Новый Завет, это здесь. традиционный иудаизм верит, что каждый мужчина сотворен точно так же, как был сотворен Адам. А Новый Завет учит нас тому, что мы все рождены уже с грехом внутри. И я считаю, что библейское объяснение всего именно заключается вот в этом. Очень интересная есть раввинистическая история. В течение двух лет две раввинистические школы спорили по поводу одного момента. Было бы лучше, бы Бог не сотворил человека. Подумайте об этом. Что вы думаете по этому поводу? С одной стороны написано здесь, что Бог пожалел о том, что Он сотворил человека. подумайте о раввинах. Тора — это Слово Божье. Тора — это их жизнь. Тора провозглашает то, что Бог сотворил человека. представьте себе, что они допускают такую возможность, что для Бога было бы лучше не сотворять человека. Что заставило их так думать? Они смотрели на жизнь. Если мы посмотрим на целый мир, кажется, в мире больше и более чем счастья. Понимаете? Вот на что смотрят раввины. И к какому же выводу, как вы думаете, пришли раввины? Как вы думаете? Должен ли Бог сотворить землю или нет? Просто скажите далее. нет. Нет, они сказали нет. Не стоило. Они сказали так, что ему, конечно, не стоило, но раз он уже так сделал, то мы ответственны за то, чтобы жить по Торе и соблюдать его закон. Это такая невероятная история. Иногда я сам, когда вижу боль и страдания, иногда просто удивляешься, Боже, ну как же так? Я знаю, что Господь умнее меня, и я знаю, что он точно лучше меня. Я знаю, что у него есть план. И не всегда значит, что я пойму это. Итак, в пятой главе мы приходим к Ною. Ноюх значит успокоение и значит, что он успокоит. И шестая глава с 1 по 13 стих описывает зло того общества. В как бы сам ну самыми такими серьезными и ну жесткими терминами во всей Библии. Написано, что тогда Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы и брали их в жены. Некоторые люди считают, что это падшие ангелы брали себе в жены обычных женщин и рождали этих великанов. Но это одна из таких версий. но я считаю, что это означает такое смешение между вот этой линией исторической, которая отпала от Бога и той линией, которая как бы шла в Божьей воле. что Ишуа сказал своим ученикам? Сказал, что вы соль земли. Но если соль теряет свою соленость, что тогда происходит? Если нет соли, если свет мира, он как бы прячется, если люди Божьи, если Божьи люди как бы смешиваются полностью с миром, ну в чем тогда, где надежда? Такое общество полностью падает и разлагается. Пятый стих. И увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца были злой во всякое время. Всякое время. Нет такого стиха в Библии, нет больше такого стиха Библии, который так серьезно бы описывал происходящее на земле. Одиннадцатый стих говорит, но земля растлилась перед лицом Божиим и наполнилась земля злодеянием. И двенадцатый стих, и воззрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. В тринадцатом стихе написано, что земля наполнилась злодеяниями. И посреди вот этого общества, которое полностью растлено, развращено, вообще представьте, представьте, что вы живете среди такого общества. Никаких правил. Единственное правило это сила. Понимаете? Никакой безопасности. Даже если ты силен. Ты все равно живешь в страхе непрестанно. потому что ты знаешь, если у тебя есть сила, все вокруг хотят этой силы и власти, и они легко могут тебя убить за это. Но почти невозможно жить в таком мире. А в восьмом стихе говорится, что Ной обрел благодать перед очами Господа. В четырнадцатом стихе Бог говорит, сделай ковчег и дальше Бог говорит, что будет потоп, дождь, который погребет все. Но я утвержу свой завет с тобой. Поэтому собери свою семью и по паре от каждого животного. Дальше написано, что по двое каждого вида, но семеро чистых. Седьмая глава, первый стих. Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным передо мною вроде этом. А дальше мы можем есть такой момент, что раввины сравнивают праведность Ноя с праведностью Авраама. Но запомните вот это утверждение, что Ной был праведен в роде его. Ну и Бог произвел дождь на земле и 16 стих. Говорится, что Господь затворил и затворил Господь за ним. То есть не Ной закрывал двери ковчега. Ной был как бы образом грядущего Божьего суда. И Бог был тем, кто произвел этот суд. 8 глава 16 стих. После наводнения, которое длилось год, ковчег перестал к земле. И Бог сказал, теперь можете выйти на землю. И они вышли. И в 20 стихе говорится, что Ной сотворил жертвен Господу и взял из всякого скота чистого и это было приятным для Бога. 21 стихе. Бог говорит, даже в их переводе даже если сердце человека испорчено от его юности, я больше не буду уничтожать все живое, как в этот раз. 9 глава 1 стих. Снова мы встречаем это слово благословил. Благословение, которое Господь дал своему сотворению, теперь приходит через Ноя и его семью. Снова говорит, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но теперь смотрите, что Бог говорит, что все, что двигается по земле, теперь может быть пищей для вас. Только не ешьте с кровью. до потопа мясо не ели, а после потопа начали есть. Зачем? Возможно, из-за того, что природа земли изменилась. помните, когда потоп начался, написано, что небеса как бы открылись и оттуда полились воды. Вот как бы какую теорию выдвигают люди. то есть изначально земля была такой как большой, имела такой парниковый эффект, то есть была под куполом. Что эти вредные лучи солнечные не достигали земли. да, и поэтому люди жили очень продолжительную жизнь. И все росло и очень легко произрастало. А после потопа уже появился там зима и лето. то есть появилась уже нужда в том, чтобы высаживать в почву. То есть до потопа была одна погода по всей земле. После потопа нет. теперь появились времена года, разная погода. И появились места на земле, в которых люди не могли просто себе есть от того, что произрастало из земли. Я думаю, вот это как бы объясняет, почему так получилось. с четвертого по седьмой стих описывается то, что называется законы Ноя. Один из них не есть с кровью. Следующий не проливать человеческую кровь. Это говорится о том, чтобы уважали образ Божий. даже если мы несовершенные по своей природе, все равно все люди на земле имеют образ Божий. Вот почему каждый человек ценен. вот почему одно из самых таких ужасных зол это забрать чью-то жизнь. И раввины очень долго размышляли над Торой и почему именно Израилю была дана Тора. И при этом какая ответственность народов, у которых не было Торы. То есть вот в этом месте описываются как бы универсальные законы для всех народов, которые все народы должны были придерживаться. Потом их стало семь. Семь законов этих. Ну как бы потом появились другие, но как бы основа осталась, что нужно семь этих исполнять законов. один из этих семей это то, что не нужно было воровать. Ну то есть вспомогательные законы существовали, которые объясняли вообще этот принцип, что значит не воровать, почему не воровать. и это очень важная вещь, которая помогает понять Новый Завет. Помните 15 глава Деяний Совет Апостолов? Они определили то, что язычники не должны соблюдать всю Тору. Но они сказали, что язычники должны исполнять пять вещей. Какие это пять вещей? Они сказали в принципе то же самое, что и говорили раввины, израильские для других народов. Это не означало, что язычники вообще запрещалось язычникам исполнять заповеди Торы, если они хотели того. Но просто обязанность была другая у них. Бог показывает дальше радугу Ною и говорит, что это знак завета о том, что больше не разрушит Бог землю и людей потопом. и потом Ной становится землетельцем, он насаждает виноградник и пьет вино и напивается. Я думаю, что очень вообще полезная штука иметь виноградник и пить хорошее вино. Но тем не менее не перебарщивать. И хам увидел своего отца и пошел рассказал братьям. А братья что сделали? То есть хам не уважал своего отца. особенно когда отец был пьян. Даже если он напился все равно его сын должен был уважать отца. Представьте себе диалог. Выходит хам и говорит папа напился голый валяется. братья берут покрывало и идут спиной вперед. По правилам древнего мира запрещено было смотреть на кого-то обнаженного. И когда Ной просыпается он понимает что произошло и он проклинает Хана который является сыном хама. В другом смысле это было также проклятие на хаме. И мы знаем что Хана и его племя жила на той земле которая Бог пообещал Израилю. И они стали настолько как бы настолько зло проникло в их среду что Бог сказал что их нужно уничтожить. В 26 стихе написано благословен Господь Бог Симов. То есть другими словами можно сказать что духовное благословение идет от Сима. но здесь также говорится что Бог распространит и Иофета. То есть здесь описывается судьба дальнейшая трех сыновей Ноя. Все они имеют благословения и дары. но духовное духовный аспект идет через Сима. 10 глава называется как бы такой список наций. И благодаря этому списку раввины определяют 70 наций. То есть Израиль и 70 наций. Восьмой стих написано Хуш родил также Немрода и он начал быть силен на земле. И здесь говорится о том что у него было царство и он господствовал. одно из его царств это был Вавилон. И потом он построил Ниневию. Вавилон это был центр Вавилонской империи. А Ниневия была столицей Ассирийской империи. И это были такие как бы сверх страны сверхдержавы которые противостояли Израилю. И в конце говорится что это родословие народов. 11 глава 1 стих на всей земле был один язык и одно наречие. Все равно было единство. И Бог сказал распространяться человеку по всей земле. Иногда люди не хотят оставить комфортную зону. Говорят что нет мы останемся вместе тут. А потом люди говорят дальше что давайте построим город с башней. И Библия говорит что вершина этой горы башни касалась небес. Я думаю что на самом деле не совсем так было то есть они не буквально построили эту башню которая касалась неба. Я верю что это называлось как бы зигарат но это то есть это башня которая позволяла рассматривать передвижение звезд. Я думаю что это как раз начало астрологии. И что это объясняет? Что это показывает? Это говорит нам о том что вместо того чтобы люди смотрели на создателя вместо того чтобы искать его водительство и правильной жизни они начали смотреть на творение. То есть все человечество отошло от послушания Богу. Потому что это было началом как бы царства Немрода. То есть вот это описание вот этого царства это полное соответствие описанию Вавилона в книге Откровения. Что мы знаем такого особенного о Вавилоне? Это политическая сила Это политическая сила которая тесно соединена с ложной религиозной силой. Все в этом обществе контролируемо ложной религией. И здесь эти люди дальше которые строили башню они сказали сделаем имя себе. Четвертый стих. это стиль жизни политики и религии в которой человек самый высший власть и он как бы контролируем смесью политической и религиозной. и если мы рассматриваем книгу откровений то что названо Вавилоном то что названо Вавилоном это означает развитие вот этой вот системы. И это такая как бы самая противоборствующая система и ну во всем мире. описывается что никто не может существовать и жить пока не будет на нем вот этого знака зверя. И что это знак зверя это три шестерки. И это число человека. То есть системы которые управляются человеком. Начинается оно вот здесь. И ну так или иначе все равно это путь к концу. И Господь сходит посмотреть город и разрушает и разделяет языки. и вдруг люди не могут общаться между собой. И ну кто бы там не хотел общаться между собой не имели понимания. Итак я говорил о чем я говорил тоже до этого что есть библейская модель мы имеем дело со злом но при этом смотрим на то какой выход божий из этого всего какое божье разрешение на все это. И мы смотрим на Бога и его действия. мы приходим к фаре отцу Авраама. Вот мы увидели как бы систему зла того мира. Все нации и народ отвернулись от Бога. У них своя религия. Они сами авторитет и власть для себя. А какой выход Божий? Бог собирается при этом начать новую семью. И эта семья станет надеждой всего мира. Понимаете? вот как строится опять же библейское повествование. Две параллели идут. То, что плохо и что Бог с этим делает. Написано, что у Фары было три сына Авраам, Нахор и Аран. родил Лота. Почему его имя упоминается? Я уверен, что были другие дети еще. Но Лот упоминается именно потому, что он появится дальше в истории. мы читаем, что Авраам родился на Саре, женился на Саре, но у Сары не было детей. Так, секундочку, я что думал, что это будет Божья линия. Это будет ответ Божий на то, что происходит. Так, ведь через это семя Бог хотел произвести семя и надежду и помощь. Но у Сары даже нет способности забеременеть. И что же нам эта история говорит? в этой истории Бог говорит, вот что я сделаю. Я выберу одного человека и обещание этого семени будет через него. и дам ему в жену женщину, которая даже не может иметь детей. И тут начинается такая интрига. Окей, ну и что же, как же Бог это все разрешит? И в 31 стихе написано «И взял Фара Аврама сына своего и Лота сына Аранова внука своего и Сару и чтобы идти в землю Ханаанскую. Но они дошли только до Харана. И что эта история рассказывает нам? Может быть сначала Бог выбрал Фару? Может быть. И возможно при этом Фара прошел только половину пути. Это один из вариантов прочтения этой истории. И может быть именно Фаре Бог сначала сказал пойти в землю Ханаанскую. Представьте себе вообще картину карту Ближнего Востока. Можно выйду к доске на минуту. это Средиземное море. Египет тут. Тут две реки, которые впадают в Персидский залив. вот Вавилон. Вавилон. Ниневе тут. Может Вавилон там вот. пустыня. Египет, который вдоль Нила располагается, он зеленый, и там зелень. называется полумесяц. Вот как развивались цивилизации на Ближнем Востоке. Все цивилизации должны были распространены полагаться возле воды. Возле реки или колодца или озера. То есть наиболее крупные цивилизации развивались вот там и тут. То же самое в Китае и в Индии происходило. Ур халдейский вот тут. Харан вот тут. И фара вот он вот таким вот способом идет вдоль реки, потом вниз до Харана и намеревается идти в Ханаан. вот в принципе вот это примерно территория Ханаана. Может быть фара это образ человека, который начинает путь с Богом, исполнять его волю, но не доходит до конца. Возможно. Может быть остановка в Харане была являлась непослушанием его призванию или же не исполнение его призвания так как нужно было, то есть совершенно. А возможно это значит, что одно поколение начинает путь, а другое его продолжает и завершает. Потому что Бог призывает нас. Бог часто призывает нас делать вещи, которые мы за свою жизнь не можем завершить. мы умрем, а Божье дело оно будет продолжаться в другие поколения. Ну все, что Бог дает нам в нашем поколении мы должны исполнять. Итак, они остановились в Харане. Потом Фара умирает. И Бог говорит с Авраамом. И вот эти три первых стиха, они являются ключевыми для понимания цели Израиля. Господь говорит и заключает завет с Авраамом. Помните части вот этого завета? О них упоминается с 12 по 15 главу бытия. Но вот начало. пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе. А потом Бог говорит, что он собирается делать. Какая часть Авраама? То есть, что Авраам должен делать? Пойти. первая часть то есть, ну вот эта глава это бытие до 6 главы 8 стиха. Потом с 6 главы 9 стиха по 11 главу конец 11 главы называется глава Ной называется Лехлеха. Называется Иди и продолжайте. Ты продолжайте. Просайсо. А. Что именно? Это вот эта глава, вот эта глава. Лехлехай. Бог говорит, что я произведу от тебя народ великий, благословлю тебя, возвеличи имя твое, и ты будешь в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и благословляющих тебя прокляну. И ключевой момент и благословляться в тебе все племена земные. Вот эта картина. в то есть здесь как бы такой момент, когда Бог обращается к одной конкретной нации и народу и отворачивается от других. Как бы сотворить отдельный народ. Но их цель этого народа их цель, она является целью для всех народов. Бог не забыл о человечестве. Бог не выбрал евреев только для их самих себя. Он выбрал их, чтобы они были слугами, чтобы они служили всем народам. Дальше рассмотрим, что это значило. Ну, давайте вот рассмотрим. Мы сейчас четыре тысячи лет спустя событий. И видим, как многие вещи уже сбылись, совершились. Бог дал Аврааму землю и возвеличил его имя. И многие народы произошли от него. в какой-то степени все народы благословились через Авраама и его семя. по той причине, что это уже очевидно для нас. По той причине, что для нас это уже очевидная вещь, и из-за этого мы не замечаем, насколько велико вообще вот это обещание. Например, скажем так, вот сегодня сосед ваш приходит к вам и говорит, Бог заговорил со мной. Он мне сказал выйти из Одессы, оставить свою семью, и он будет со мной, и даст мне мою собственную страну. И скажет мне, что благословит меня больше всех людей на земле. И Бог мне сказал, что тот, кто будет любить меня, тех Бог будет любить. А тех, кто не любит меня, Бог будет ненавидеть. И я благословую всех на этой земле. А что вы об этом подумаете? вот точно так же, что вы подумали бы о таком человеке сейчас, вот точно так же думали и об Аврааме в то время, что это настолько безумно, понимаете? кроме одной небольшой детали. Это было Божье безумие такое. И вот мы живем 4000 лет спустя и видим, говорим о том, что Бог совершил. И смотрим на мир вокруг. И видим несколько миллионов евреев. И наблюдаем почти 2 миллиарда более-менее христиан. И что узнало христианство? Они верят в Бога Израиля. И Писания израильские. Мессию Израиля. И говорят, что все началось от Авраама. А также видим там около чуть больше миллиарда мусульман. они не верят в И И И И И И И И также ведут свою родостную от Авраама. И верят в единого Бога. Подумайте. То есть Божьи обещания они работают. И например почему мы вот тут сидим сегодня и слушаем? И почему я здесь нахожусь и говорю с вами? Потому что мы тоже часть этого плана. Евреи вы или нет это не важно. Это мы часть того плана который Господь начал от Авраама. И Господь работает над ним. Мы видим исполнение и продолжение исполнения этого плана и в наши дни. И мы здесь находимся потому что хотим быть умнее и хотим действительно видеть что значит быть частью этого плана. Вот почему я здесь потому что хочу помочь вам. Поэтому не забывайте об этом. Абраам вышел от своего рода и ему было 75 лет когда он это сделал. Взял жену и лота и все свое добро. написано что он взял всех людей которые были у него в Харане. и все что он взял с собой все добро имущество которое у него было в Харане а также все те души то есть тех людей которых он приобрел в Харане. дальше мы читаем что 318 человек родилось в доме Авраама и раввины очень так гордятся этим когда иногда мы читаем раввинистическую литературу эти раввины как бы пытаются обратить людей в иудаизм читателей иногда нет ассур ассур асс асс агам это тихо да это значит творить делать что-то это тоже можно перевести как собира позиция имен лайк стоп собирание имущества но раввины как бы объясняют вот то что здесь написано так что он Авраам обратил этих людей к Богу то есть он сотворил их души понимаете и они сравнивают то что он сделал также с Ноем и как бы так сравнивают кто был более праведен Ной или Авраам написано что Ной был праведен в своем роде но его род был такой развращенный что он мог стать что ну настолько было развращение в то время что Ною как бы ну было легко быть праведным но вот праведность Авра Авраам она была велика потому что он обратил целых 318 человек но и всего лишь свою семью собрал вот почему как бы достижение народов очень важно и в частности для раввинов тоже на самом деле действительно ли это то что написано здесь в тексте не знаю но использование этого стиха дает нам понимание того что имеют ввиду раввины потому что раввины знают что их цель для всех народов думаю что останавливаемся здесь на сегодня завтра обещаю будем двигаться чуть быстрее мы пройдем книгу бытия завтра очень важно чуть приостанавливаться в начале потому что это потому что это как бы основополагающие такие моменты будьте благословен